Секс и творчество – это возможность воспринимать людей такими, как они есть. Это возможность видеть людей, смотреть им в глаза, без второго плана, без мыслительного процесса. Есть одна самая приятная вещь в жизни. То, что дано человеку, природой, так сформировалось, это его является двигателем и самым приятным явлением в жизни. Самым желанным, самым правильным и самым здоровым – это секс. И он как раз является стимулом к восприятию мира, творческому мышлению, независимому мышлению. И именно это чувство, оно находится под запретом. Для того, чтобы эта энергия копилась, копилась и в результате вылилась вот такая она. В курок автомата. И человек мог нажимать, чтобы вылетали пули и убивали людей. Все в мире и в социуме подчинено рэкету. Отнимание друг у друга бабла. Угрозы, запугивание и обогащение одних за счет других. Вот, если бы была сексуальная свобода у людей, они были бы более открытыми, веселыми и не хотели бы убивать. Это точно. И так было, такой пример был в шестидесятых с хиппи, когда они кое-что там почувствовали и сказали, глядите его в жопу. И все должно быть черное, и black metal везде играет по улицам. Знаете, как на Марбате музыка звучит? Как black metal. Везде тяжелая музыка, это мое идеальное государство, никакого формата, experimental, тяжеляк, везде ужас, кошмар, злоба повсюду. Но внутри любовь. Это закономерно. Потому что если мы все время говорим «любите, любите, 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 любовь, любовь, любовь». Где любовь? Ее запрещают. Они это слышат все время, у них агрессия из-за этого возникает внутренняя, они становятся злобными. Потому что это ложь, мне кажется, что любви как раз таки очень много в страшных вещах, потому что она именно тогда становится понятней, когда вот этот вот фон, background, зловещий, ужасен, как вот старинный фольклор, сказки всякие. Тот же Андерсон, да, это же злобная сказка про русалочку. Никто же не знает, что, не помнит, что она плясала свой танец истекая кровью, что ей отрезали язык. Много-много было страшных вещей, сам финал чудовищный. Вот ее потом причесали и все. Или как гадкий утенок, который бежит к прекрасным лебедям с криком «убейте меня». Это очень пронзительно на грани, когда все происходит на грани. Это, мне кажется, воспитывает в людях чувственность. Оно как бы провоцирует, открывает клапаны внутренние в мозгах. И человек начинает воспринимать мир не идентифицируя со своей базой данных, а исходя из новых ощущений. Он в новом ощущении дает свою оценку и свое имя. Для меня это правило – идти в обратную сторону. Все, что мы знаем – ложь. И все в этом мире однажды приобретет обратную сторону. Даже Винни-Бух. Поэтому это чисто профилактически нужно идти в обратную сторону. Как профилактика. Просто брать и идти против течения. Потому что течения – это как масса. Масса – они тупые, безмозглые, безмозглые гадины. Не знаю, как их назвать. Мрази. Топают и не имеют ни чувств, ни мыслей своих. Работают как компьютеры. Программа у них заложена с детства и заколочена гвоздями. И поэтому они мир воспринимают только благодаря этой мозговой идентификации, как база данных, которая им выдает сходство с предметами, которые они видят. Я сам тупый. Я же живу в социуме. Начался в школе. Общаюсь с людьми. Всегда это влияние есть. Но всегда ловлю себя на том, что у меня нет мнения. Моего собственного. Все уже поздно. Уже как бы медрак. В последней стадии. Я не вижу в этом ничего плохого. Это такова жизнь. А что делать? Я извлекаю из этого для себя полезной энергией. Я допускаю, что каждый человек может сделать что-то гениальное. Ведь люди, они как дети. Мы можем их ненавидеть, ругать. Говорить, что они дебилы. Но мы их любим. Мы ждем, что они что-то сделают. Завяжут шнурки. Гудрак попу. Наконец. Сами. Просто мрази, тварь. Ненавижу. Просто стадо блох каких-то. И при этом я их очень люблю. Я люблю с ними общаться. И вижу, насколько они прекрасны. Эти блохи. Потому что они могут меняться. Могут получать впечатление. И никуда от этого не денутся. Я очень наивно отнесся к этому моменту. Поскольку мне казалось, что я сейчас придал институт. И все обрабливаются. Я не видел вокруг никого, кто бы занимался таким интересным лабораторным театром. Странным. Абсурдным. И мне казалось, что все на ура вас примут. Скажут, у, Володька, молодец, супер. Мы так этого ждали. А я столкнулся совершенно с иной позицией. Не пытайтесь здесь делать что-то новое. Здесь было все. Я услышал первое, что когда пришлось. Окей. Я стал делать то, чего там не было. Сто процентов. Но все выходят с отрывками. Там Островский, Тургенев, Толстой, Достоевский. А я выходил с произведением «Террора» «Песня принца Фугельфрая и подарок мультипликатора». Вот я для себя придумал сюрреалистическую фразу. Для меня это был пройдет, что, значит, какой-то Тургенев, что обалделишь. Какой-то террор. Для меня было бы террор. Это вот тот автор, от которого должно все отталкиваться. Зрителю нужно терроризировать. Но это расширенный смысл. Ведь все сразу поймут у всех представление о терроре. Это вот взорвать бомбу или что-то такое. Там снять трусы, там обоссать все. Вот это не так. Террор – это провокация сознания. Когда ты даешь возможность воспринимать не так, как ты привык. Но в жизни я не вношу вот это, когда кто-то истерит. Когда тебя кто-то тащит куда-то. Кто-то тебя обвиняет за эти вопросы. «А почему это? Почему то? Почему ты сделал так? Почему это?» Я принимаю только комплиментарные общения. И такой был мой отец. Он никогда ни с кем не общался. Так скажем, критикую кого-то, обсираю. Это были только диалоги восторга. «Как круто это! Как круто! Это гений! Это вообще гений! А ты сам гений! И я гений!» «А я сейчас сделал, знаю, что…» И вот у них такой идет обмен позитивный. Ну, относительно позитивный. Что такое позитивный? Тоже меньше относительно. Такой информации, которая несет в себе позитив общения. Если кто-то попытался его выдернуть на какой-то конфликт, или там сделать замечание, или еще что-то, ему отец сразу… И тихо! Все! Он с ним не общался. Человек злой или агрессивный, или с какими-то претензиями для него. Или он по морде бил сразу. Или вот посылал нахуй. Я делал гениальные вещи, на мой взгляд гениальные. Абсолютно не похоже ни на что, чего никто не делал никогда. Нигде нет. Мало о них кто знает. Мне же знать как сериального артиста. Мне все равно признают это или нет. Вот так скажем. Поскольку я увидел за эти годы, работая в кино, но увидел цену этого числа, цену популярности, цену… Она ничего не стоит. Ничего не стоит. Это полная бессмыслица ни о чем. Никому не нужно на самом деле. Это все такие спички, которые сгорают и все. Никто не знает чем я занимаюсь на самом деле. Я не буду стучаться туда, в эту дверь, чтобы заявить о себе. Меня могут прессануть, да. Меня уже прессовали. Я сказал, что вы хотите, я делаю то, что вижу. Мне нравится быть контрабандистом. Мне нравится, как маркиз Десад учил. Все надо скрывать. Все свои чувства, все свои желания, стремления и способности размышлять, нужно скрывать. Играет музыка. 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 Играет музыка.